В Караганде стартовало единое национальное тестирование. В нашем регионе ЕНТ проходит в три потока – 21, 23 и 25 июня. Ежегодно на пунктах сдачи ЕНТ принимаются беспрецедентные меры безопасности. Однако каждый раз находятся желающие пронести с собой мобильный телефон. О том, как прошел первый день сдачи ЕНТ, в нашем следующем материале. С раннего утра на площади у главного корпуса Каргу сотни школьников. Еще больше тех, кто пришел их поддержать. В нынешнем году в Карагандинской области выпускается более 7 тысяч школьников. Из них 5 тысяч сдают единое национальное тестирование. Это на 8% больше, чем в прошлом году, заявили специалисты управления образования. В целом у нас сдача ЕНТ пройдет в три потока – 21, 23 и 25 июня. По области у нас в этом году закончилось 7 тысяч 40 выпускников. Из них 5 тысяч, или это 78% выпускников, изъявили желание сдавать единое национальное тестирование. Это на 8% больше, чем в прошлом году. Сегодня нас же в первом потоке сдают выпускники городов Караганда, Шахтинск и областные организации. Всего 1541 ребенок. Служба безопасности тщательно проверяет школьников у входа в здание. Все были предупреждены о запретах, однако некоторые школьники все же умудрились взять с собой шпаргалки и телефоны. Нашим журналистам удалось запечатлеть казусные моменты. Для родителей и учителей, планирующих дожидаться окончания экзамена, предоставили актовый зал. Болельщики наблюдали за экзаменом в режиме реального времени. На большой экран попеременно выводилась картинка с камер наблюдения, установленных в аудиториях. Я пришла сегодня болеть за свою дочь, которая закончила 16-ю школу в Шахтинске. Сегодня у нас важный день ЕМТ. Я верю в свою дочку. Выбрала физику и по стопам дедушки пошла. И, конечно, переживаю. Слов много, эмоций много. Но хочу сказать, что светлая голова, годы упорного учения и все приведет. Наталья Федоренко – ученица 23-й каргандинской школы. Она закончила тестирование самое первое. Девушка рассказала, что надзор был особенно тщательным. Возможности списать не было. В тестах были незнакомые вопросы, но она верила в свои силы. Выпускница призналась, что в основном были вопросы на логику. Теперь выпускникам остается ждать результаты. Уже на следующий день те, кого не устроили итоги экзамена, смогут подать апелляцию. Претензии следует подавать лично, при себе иметь удостоверение личности и черновик со своими вариантами ответов.